Давайте определимся, что полезного вы бы хотели взять. Есть ли здесь люди, которые занимаются бизнесом? Есть, да? Я могу предложить из темы индуцирования и социализации, например, взять небольшую теорию из области социализации, чтобы вы могли со стороны взглянуть на трудовой свой коллектив на отношения, либо на свою семью на отношения, либо вообще на толпу, либо на государство. На что захотите потом на то это делать примерите. Знаете ли вы, что такое гунический театр? Встречались ли вы с таким понятием? Когда, например, в Академии МВД обучают специалистов, они зачастую выкладывают психотипы людей, поведенческие реакции, как он себя будет проявлять в коллективе, в социуме и так далее. И очень много сложной, подробной информации. На самом деле, при всем том, что у меня техническое образование, мой мозг не способен запомнить такое количество ерунды, которое потом вот утекает, и ты должен пользоваться компьютером, для того чтобы с этим разобраться. В своей жизни мне довелось познакомиться с разными людьми, и обладающими сверхспособностями тоже. И вот один из них каким-то образом, во всяком случае, кроме него я не встречала больше нигде этой информации, поделился, что в медитации вот он из информационного поля вытянул эту схему. Я буду вам ее рисовать и параллельно давать пояснение. Так устроен наш социум. Хотите вы это принять или не хотите, но вы если наложите на любую ячейку нашего общества, это работает. И примеры я вам потом еще приведу дополнительные. В социальный театр, когда мы приходим в какую-то тусовку, вот мы здесь больше 30 минут уже сидим, да, роли уже пошли распределяться. Чувствуете вы это или не чувствуете? Но если вы пойдете в свободное общение, вы роли четко расставите по своим местам. И сверху, вот у нас будет роли расставляться по такому треугольнику, да, я возьму его сразу большим, да. Во главе всегда встает гриб-жрец. Жрец. Гриб-жрец. Как правило, это владелец фирмы. В нашем случае это наша дорогая Татьяна, которая организовала всю эту тусовку. Ну вот это человек, который рулит, да. Вторую позицию занимает лидер лев. Лидер лев. Ну и, соответственно, здесь козел отпущения. Смотрите, эти роли ключевые. Если мы находимся в тусовке более 30 минут, то у нас будет по одному человеку на этой позиции. Вот сидит у нас 50 человек. Будет один козел отпущения, один лидер лев и один гриб-жрец. Других не будет. Они вывалятся. Ну, начнем отсюда. Как попасть в козла отпущения и как выйти из козла отпущения в нашем социуме? Через дружелюбного пса. Дружелюбный пес. Как попасть и как выйти из лидера льва? Через рабочую лошадь. И как сложить бизнес, когда отдаешь его непонятно кому? Через льстиловый шакал. Льстиловый шакал. Зона самая низкая в энергетике. То есть это люди, у которых энергетический потенциал не позволяет двинуться куда-то дальше. Вокруг козла отпущения всегда будет безмолвная льва и ленивая свинья. Вокруг лидера льва. А кто будет? Зайди, рапетух. И хитрая льва. Это среднеэнергетический потенциал. И самый высокий потенциал находится здесь, вверху. Здесь будет белая ворона и благородный олень. Самый высокий энергетический потенциал. Теперь смотрите, как это работает. Вот этих ролей промежуточных люди занимают сколько угодно. По одному человеку только на край. Входы-выходы по противоположным. То есть в виде рамба легко завалится через рабочую лошадь. Но могут движения быть еще сюда. То есть козел отпущения, он может, конечно, выскочить в безмолвную рыбу или в ленивую свинью, но ему это сильно не поможет, потому что они очень быстро будут выталкивать его обратно. Нормальный выход это только сюда. А там уже двигаться по... Если уезжает с фирмы хозяин, вот он решил уехать куда-то за границу на месяц и оставить свое предприятие. Как вы думаете, кому из ближайшего окружения он может оставить? Если он оставит льстилому шакалу... Ничего не оставится. Да? Оленю может. Остается белая ворона и благородная олень. То есть каждый раз, когда вы играете, вы играете и тащитесь из того, что играете. Мужчинам, конечно, проще завалиться в благородного оленя. Прекрасно. Но для этого должен быть соответствующий энергетический потенциал. Вот здесь, что касается зондиры, пестуха и хитрой лисы, ну, наверное, многие сюда подкатывают, прибывают. Хитрая лиса очень легко с льстилом шакала меняется местами. И достаточно такая рискованная игра получается. Если руководитель понимает, если он не внешний, причем не во внешнюю игру, если он хотя бы иногда себя слушает, то, конечно, вот этот уровень очень хорошо по энергетике фильтрует. А я не встречала у нас на топовых наших фирмах, таких, на крупных, чтобы человек вот этого не чувствовал. Вообще, в экстрасенсорику я попала благодаря удивительному человеку Олегу Кусоенову, наверное, все знаете. именно благодаря ему я когда-то увлеклась психологическими тренингами. Так получилось, что мы лично с ним практически не общались, не контактили, он был звезда более высокого полета, но он оплачивал тренинги своему персоналу. И вот этим делом меня еще с 98-го года как подсадил, так это осталось на всю жизнь, потом я уже занималась этим всем самостоятельно. Поэтому я не видела людей, которые бы имели крупные бизнесы и не слушали себя. Поэтому я предлагаю играть вот в этой части, а в этой части, в верхней части играют люди, которые умеют слушать себя, находятся в гармонии с собой, и они могут выходить в позицию наблюдения для того, чтобы осознанно включить ту или иную роль. Ну и вот здесь мы доходим до ключевого момента, а как же выходить в позицию наблюдения, да, все-таки. Ведь вот вроде бы ты и находишься в коллективе, и там что-то делаешь, там у тебя какие-то задания, еще что-то, и мы включаемся в эту игру и начинаем играть на кого-то. Очень редко кто, находясь на наемной работе, играет на себя, есть такая практика, она называется практика двойного восприятия. Практика двойного восприятия, она простая на самом деле, наверняка Татьяна в каком-то другом варианте ее вам давала, потому что без нее трансом не будет трансом, это по сути дело стиль жизни человека, который занимается разными экстрасенсорными штучками. это момент, когда вы активно играете в игру, там я иду, я активно играющий, да, я идущий, я наблюдающий, за мной идущий. Вот попробуйте, вы сейчас сидите все, да, я сидящий, почувствуйте свою тему, я сидящий. А теперь точку внимания сместите, и я наблюдаю я за мной сидящий. А теперь снова я сидящий. А теперь снова я наблюдающий за мной сидящий. А теперь снова я сидящий. И я наблюдающий. Да, 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 да. Поэтому я предлагаю вот эту практику делать, когда вы идете по улице. Дышите свежим воздухом. Дело в том, что мы все равно когда мы идем, мы находимся в трансе, только этот вид транса называется активный, да? Мы находимся в активном трансе, И так или иначе нам смещать восприятие очень даже удобно. Чем хороша эта практика? Сначала вы контролируете активный наблюдающий, активный наблюдающий, активный наблюдающий. Потом в голове это начинает делаться так, щелк-щелк, и вы уже перестаёте это замечать. А потом это выливается в такую вещь, получается, что когда вы с позиции наблюдения воспринимаете себя, то ваше бессознательное пишет всё, оно и так пишет всё, но оно вам не выдаёт в предрассветные часы обратную связь. А так получается, вы просыпаетесь утром где-то с 5 до 6 утра, у вас вдруг всплывает это у кого-то в виде сна, у кого-то просто в виде первых мыслей, когда вы проснулись, и вдруг идёт такое первое воспоминание с предыдущего дня, и вы видите, где человек вам лгал, где-то там косяк какой-то был, где-то что-то, без осуждений. Здесь нужно учиться принимать людей такие, какие они есть, ну классно, соврал и здорово, или там схитрил, или ещё что-то там. Ну, приняли и приняли, но вы это знаете, вы это знаете, и это уже прекрасно, понимаете? То есть это ваш бонус, вашу игру, если вы в бизнесе это знаете, то дальше вы принимаете решение. Играем так или играем по-другому, мы всё равно уж играем, всё равно так или иначе мы должны в этой жизни, мы не можем сесть, ложить ручки и сказать, мы не играем, мы всё равно можем так играть. Вопрос, как и кем будет подаваться эта игра, да? Дальше, смотрите, когда мы попадаем в какие-то социальные тусовки, мы обязательно надеваем на себя какую-то шкурку, какую-то роль. Очень редко мы бываем сами с собой, где-то, когда есть люди, да? У кого-то там с детства травматизм, и он закрывается, чтобы ему не причинили боль, у кого-то что-то. Но каждый раз у нас какая-то наша внешняя шкурка, она работает, когда мы объединяемся в какой-то социальные тусовки. И каким образом эта шкурка формируется у нас в подсознании, да? У нас есть какие-то программы, набор убеждений, да, как в компьютере. Эти программы объединяются по каким-то принципам, которые обеспечивают вот такую автоматическую реакцию. Назовём вот этот набор программ, вот этот шаблон в каждом человеке, мы назовём это субличностью, да? И в каждом из нас находится их много. То есть в момент, когда мы начинаем первый разговор с человеком, раз, у нас включается какая-то шкурка, где мы себя осознанно не всегда контролируем. Даже практически не контролируем. Телефонный звонок раздаётся, и раз, уже на автомате срабатывает ещё одна шкурка, да? Потом следующая субличность. Потом, когда вы там взаимодействуете по финансам, у вас там следующая субличность. Потом, потом, потом. Вот эти автоматические реакции, они зачастую полностью блокируют понятие осознанности в человеке. То есть какая тут осознанность, если ты даже реагируешь на автомате. И для того, чтобы изменить программное обеспечение, да, там надо залезть, найти вторичную выгоду, там куча-куча раскопать, перепрограммировать человека. А потом раз, и конечно упирается. А реакция у человека не изменилась. Если он не изменил, то всё назад установилось. И толку, что ты работал с психотерапевтом, да? Поэтому вот эти все вещи можно заходить через субличность. И работать сразу с блоком программ, когда вы видите, идентифицируете, и дальше вы видите, с чем себе работать. Я сегодня предлагаю вам сделать одну медитацию. Мы пройдёмся по этажам нашего подсознания. Эта медитация немного придумана. Она привезена сюда с такой техникой, которая называется дистанционное видение. Взята она у американцев. Изначально вот эти вот разработки по субличностям велись американцами в области экстрасенсорики в проекте Юинга. Дистанционное видение. Зачем? В 80-е годы, когда Америка раскрыла полностью свободный доступ к экстрасенсорику и начала очень интенсивно изучать, соединяя психологию экстрасенсорику, они поставили определённому отделу задачу, как влиять на людей, на расстояние. И когда они зашли в влияние через субличности, когда они поняли, как можно вклиниваться в программное обеспечение человека через вот эту тему, они решили, ну вот если я идентифицирую в человеке набор этих программ, набор этих автоматических реакций, если я одну заменю на другую, то есть искусственно накачаю субличности, человеку сделаю подсадку, он там сиганёт с крыши или он там подпишет договор. Насколько я знаю, не знаю, правда это или ложь, но по информации, которая есть у меня, что впервые эта техника была откатана на Горбачёве, когда разваливался Советский Союз. На самом деле эта техника влияния есть куда более качественная, техники влияния, которые не предполагают откат, а работают через субличности, она предполагает обратный откат, так как идёт насилие над человеком, над его психикой, над его сознанием. Поэтому вот эти вещи я предлагаю с другими людьми не делать, это наказуемая техника будет. Но с собой, со своими субличностями вы можете делать всё, что вы хотите. Более того, если вы будете, мы пойдём в медитацию, и вы будете ходить, вы можете на автомате, там, что-то с ними сразу и коррективы. Я бы вообще предлагала все программы, которые у вас есть, все автоматические реакции, выкидывать, освобождая дисковое пространство. Дело в том, что нету хороших программ, хороших убеждений или плохих убеждений. Есть убеждения, которые занимают место на диском пространстве, ограничивая доступ к расшифровке информации от информационного кода. Всё. Вот этим всё сказано. То есть любая программа, если вы берёте, там, техническую базу какую-то, там, тата-хилинга или ещё чего-то, вам говорят, вот эта программа плохая, вы замените её на хорошую, вот эта конструктивная, вот эта деструктивная. Нет, это всё занимает место на диском пространстве. Всё нафиг. Поэтому видите субличностей, что-то удаляете, что-то замечаете, и что-то выводите в осознание. Какую выгоду даёт вам эта субличность? Потому что за каждой субличность будет стоять вторичная выгода. Не просто штаб ваша психика это дело сформировала. Понимаете, да? Какая медикация, вы будете идти за мной. Да? То есть просто проделаем то, что я говорю сейчас. С этим всё удобно, расслабляемся. Моё первичное посещение моего финансового этажа выглядело таким образом. Это явилось для меня на самом деле просто шоком и откровительным, когда я скажу на финансовый этаж. У меня правая часть вся в солнце, полочки, всё классно, там один охранник. А вторая часть, евро-ремонт сделан, там ничего из мебели, ни капли денег, и на картоне спят два бомжа. Я понимаю, что в жизни я точно так же. Я могу в палатке спать, я могу в пятизвёздочном отеле, мне это не сильно напрягает. Вопрос, что я выбираю для постоянной жизни? Если я постоянно выбираю такой отрай, то я на этих качелях в жизни не качаюсь. Но если мы туда закладываем то, что мы хотим в реальности, и наводим там порядок, поверьте мне, с первого раза вот так взять, вот я удалил субличность, и она не вернулась, это достаточно сложный процесс. Это ваши реакции. Это не что-то вот там, вот такое нарисованное вашим мозгом. Ваше воображение на данный момент выдало картину. И вам надо с этой картиной что-то сделать. И вполне возможно, что какие-то вещи не будут удаляться. Тогда найдите выгоду. Найдите, где эта выгода чувствуется в теле, как она отражается на ваших чувствах, то есть ощущения, чувствах. Везде надо позавершать эти программы, везде их поудалять. Инструментов для удаления много, и часть Таня вам порассказывает, уже, наверное, рассказывала. Это кусок такой терапевтической работы, но удаляя какой-то блок программ, это сразу через субличность удаляйте блоки программ. Для понимания, если вы приходите там к терапевту, вы удаляете одну-две программы за сеанс, то есть полтора-два часа работы, да? А тут у вас целый блок вы поднимаете и выкидываете. В этом плане эти техники очень эффективны, и у вас тогда резко меняется реагирование. И когда вы выгребаете тех, кто есть в области алтаря, чем это полезно? Дело в том, что когда вы начнете работать с теми, кого вы там встретили, вы вдруг поймете, что большинство своих проблем в жизни вы переваливаете подсознательно на Бога. То есть вот обида, вроде бы я обиделся на человека, но вот такое реагирование у меня идет, идет, и оно корнями уходит, что я обиделся на Бога, что он меня отделил. Для меня это тоже когда-то было откровением, потому что большинство корневых убеждений у людей связаны либо с генетикой, либо с взаимоотношением с Богом. Вот как ни крути, все равно туда корень уходит. И когда этот корень выдернует, то вся настройка, которая была выше, она рассыпается. И эффективность получается кратная. То есть вот заход через подобного рода техники, он просто, можно сидеть тупо под деревом в медитации 20 лет, да, и не освоить этого всего. А можно отработать эффективненько за 2 недели, вы будете иметь тот же самый доступ к информации. Вопрос, я всегда задаю себе вопрос, зачем я что-то делаю, если я куда-то торгаюсь, да, ключевой вопрос зачем, что я хочу получить на выходе. Я предлагаю вам это дело задавать все время, потому что если этот вопрос не задается, то мы отрываемся, как бы улетаем от социума. И когда мы отрываемся от социума, мы зачастую не знаем, как это применить в жизни. Вот потом эго начинает нарастать, делать меня таким уникальным, меня таким и таким, и мы забываем, что остальные люди тоже уникальны, да. И тогда начинаются качели по гордыни или по другим чертам характера. Все время качели выстраиваются разные. Поэтому я предлагаю через вопрос, зачем чутко якориться и не отрываться от этого материального мира. Это немножко ухудшает доступ к энергоинформационному полю. Потому что мой опыт показывает общение с людьми с явно проявленными экстрасенсорными способностями. Как правило, это люди оторваны. Я хочу сейчас добавить еще касательно темы. Все-таки тема была индуцирование и социализация. Я хочу, чтобы у вас было понятие, что это такое. Это два психических механизма, заложенных в абсолютно каждого человека. Что такое индуцирование? Это заражение друг от друга каким-то психическим состоянием. То есть мы вот здесь сидим сейчас, у нас у всех такое равновесие, все-таки после медитации, все-таки пока это, да, состояние, ну, радости как минимум, да. Если вы придете, например, в церковь, когда гоняют бесов, вот реально там катаются по полу, это такое шоу, вот просто феноменальное, но если брать по правильному работать вот с этим видом психических нарушений у человека, то это делается индивидуально на массажном стане. Ну вот если брать вот действительно на результаты качественно, да, тогда, ну, людей, которые страдают действительно подсадками, вот этими расщеплениями, их не так, да. Вы поймите, один пришел больной, но когда вы находитесь... Вот мне очень интересно, я время посвятила именно изучению массовых психотехник, начиная от того, что делал Кашпировский и то, что происходит в нашем обществе, что делает в нашем государстве. Ну, это феноменальная тема, на самом деле. Так вот смотрите, наша, вот вы оказываетесь в толпе, пошли на площадь, например, да, в эту церковь приехали, и наше сознание коллективное, которое там образуется, наш эгрегор, через 30 минут он будет железно сформирован, да, он будет ориентирован на самого слабого игрока. То есть достаточно, причем слабого, это и не только по интеллекту, но и по состоянию, достаточно в толпу закинуть одного или двух агрессивных шизоидов, да, в разные места, и потом вот эта толпа интеллигентная и так далее бежит крошить стекла в витрины, да, и потом она не знает, зачем она это делает. Вот это называется индуцирование. Индуцирование состояния, когда возникает коллективное сознание, да, это коллективная работа. Есть эффект социализации, мы все социально живут, мы все нуждаемся в общении. И зачастую, вот, зачем это надо человеку, да, это надо человеку, потому что ему одному скучно, у него есть потребность отдать что-то другим. Потребность в признании. У нас есть потребность в еде, в сексе, да, третья базовая потребность, потребность в признании. Если она нарушается, это ничуть не меньше бьет по психике, как еда и секс, понимаете? Поэтому вот это социальное, у этой социальной вещи есть обратная сторона медали. Люди, которые приходят социально общаться, они зачастую, много людей приходят только из-за того, чтобы пообщаться, попить чайку, поговорить, и их не интересует, зачем они пришли. И лишь по статистике, вот, когда-то была у Суфьев, и там где-то один сказал, 5% населения из тех, кто по группе реально приходит за информацией и за изменениями, 5. Из них лидерами будут 1-2. Поэтому все эти лидерские программы, которые говорят, все мы лидеры и так далее, это стадо баранов. Это мое мнение, да? Но, понимаете, на эффекте социализации строится очень много. Но при этом, поймите, без социума мы не можем, и мы в социуме обменяемся информацией и развиваемся. Вот я сейчас закончу последней фразой на обдумывание. В этом мире нету союза или. Или черное, или белое, да? Или хорошо, или плохо. У Бога есть союз И. А как вы себе этот союз И в башку запокоите? Это ваше личное дело. Но каждый раз, когда вы сталкиваетесь с выбором, или с осуждением, или еще с чем-то, помните, есть только И. Остальное придумано. И вот ваше дело, как это упаковать в свою голову. Если вы упаковали И, то вы нашли золотую середину. И в техниках работы с бессознательным точно так же вы найдете золотую середину. Когда вы слышите, и когда вы формируете, да? Моделирование реальности, да? Или считывание информации. На самом деле И, оно идет на стыке одновременно. И то, и другое. Когда достигается гармония, тогда есть результат. Нет гармонии. Тоже классно тренируемся. В этом мире нет ничего, что было бы не классно, на самом деле. Спасибо.